Здравствуйте, друзья! Мы говорим о силах души и сегодня про обновление. Идхатшут на иврите. Что это такое? Это наше знание, понимание, вера и действие в то, что мир постоянно обновляется, и что мы постоянно обновляемся, что у нас есть постоянно новые возможности и новая жизнь, скажем так, в каждом моменте. И то, что мы происходим сейчас, оно может поменяться в лучшую сторону, а лучше развиться в экспоненциальном порядке. Как мы это приобретаем, это знание? Во-первых, когда мы понимаем или получаем новую информацию, какая-то информация, еврейские кандидрисы говорят, что мир постоянно обновляется, что идет постоянное обновление, и чудо, оно не в том, что мир обновляется, а в том, что мы думаем, что он статичный, скажем так. Как мы можем соединиться к этому обновлению? Во-первых, надо верить, что Всевышний создает его постоянно снова. Что для этого нужно? Надо поверить в то, что Всевышний создал воду. Вот так говорят наши мудрецы. Почему воду? Потому что если есть вода, после этого эволюционно может развиться все. И вода это такая наглядная вещь. И когда мы знаем, что Всевышний создал воду, это из ничего, просто он создал. Тогда мы можем понять то, что он создает ее постоянно, и создает мир состоянный. И вот практическое действие. Можно пойти на море, в речку. Игрейские мужчины ходят тоже в микфу. Это такой резервуар воды. Это должна быть живая вода. То есть вода, которая связана с дождевой водой или с водой моря. Там определенные правила. Но когда мы окунаемся в такую воду, мы можем в сознании своем подумать, что мы тоже хотим обновиться и обнулиться. И это действие нас очищает. Мы можем об этом в себе говорить, думать об этом и действовать, ломая свои старые привычки, обновляясь. И с помощью этого мы можем видеть чудеса, и как свет попадает в эти новые пространства, скажем так. Так что обновление — это сила. Всего самого хорошего. Продолжение следует...